Он так свою фамилию написал, словно бык на лугу поссал. Это бык прошёлся по лугу и оформил. Вот, смотрите, это подпись. Это мальчишка вышел на луг, пописал. О, нифига себе, о, какой красивый рисунок. На снегу-то, да? Обязан ли судья знать законодательство? Ещё раз. Знать законодательство? Да. Ну да, очень смешно. Мы-то с вами это делаем бесплатно, безвозмездно, даром. Мы дарим наши исследования. Пожалуйста, донесите для всех эту простую истину. Вам следует опасаться. Перед вами идиот, юрисконсульт. Перед вами д**к, юрисконсульт. Перед вами о**ол, юрисконсульт. Я не знаю, как его ещё назвать. С этим д**ком в одном кабинете находиться стыдно. Но вот деньги? О, а вот деньги, он очень любит их получать. Он перед вами. Любите его и жалуйте. Не знающие норм процессуального права. Надувая щёки. В одном месте он помнит, в другом месте он не помнит. Как всё запущено. Пуча глаза. А какие у него низменные потребности? Занимаясь самоудовлетворением. Опаньки. Покастливые ручонки. На помоечку, пожалуйста. С этой должности. Гнать таких надо. Гнать. А не никто. И звать их никак. Вредительство. Уничтожение общего имущества. Присвоило себе право гадить вам. Создавать вам ад на этой территории. Гадить нам. Вредить. Уничтожать граждан. Создавать им проблемы. Уничтожать их семьи. Уничтожать их детей, внуков, родителей. Ограбить вас, вашу семью. Оставить без средств существования ваших детей. И ваших пожилых родителей. Скрывает от нас отчеты. Правоотношения не установлены. Самоуправно распорядились. Услуги же не доказываются, что они оказываются. Разъясняю. Это требование закона. Самозащита права. Не судьба? Или это что? Непонятно от кого? Без подписи. В обоснование документишка должен быть признаки преступления. Я их никто не наделял полномочиями. А они приперлись. Что такое МКД? Совет межконтингентальной дури? А вот здесь уже клевета пошла. А чего вы сюда приперлись? Документов нет. Но пришли самоуправно действовать. Кто гадил? Кто себе присвоил полномочия? Невежды и не лучи. С русским языком проблемы. Мозгов нет, а туда же лезут. Действует в обход закона с противоправной целью. А это не суть, а это торговая площадка. На этой торговой площадке ваши права и свободы были проданы. Зачем нам наперсточник в манте? Мошенник в манте. Они нам не нужны. Вымогать денежные средства. Деньги нам принес в клюве. А мы бы наплевали тебя под жопу пнули, пока пошел отсюда. И через месяц снова деньги мне принес. Это они так рассуждают. Да, а требовать деньги хочется. Хочется, раз хочется. Вправе не платить. Вот бегут они и платят. Нет решения общего собрания. Нет платы. Нет договора управления. А кому я буду платить? Сегодня один к вам пришел с попрошайками, да? Потом другой пришел. Было, было. Говорит, ты мне дополнительно еще 180 тысяч внеси. Там же связано с возможностью повымогать денежные средства. А протокол сфальсифицирован. Как можно обжаловать? В документе нет собственников. Чьи вы решения собираетесь исполнять? И это не шутки. Добрый день, уважаемые участники площадки. Московское время 11 часов 4 минуты. Сегодня 20 апреля 2021 года. Я, Богдан Фиктор Владимирович, приступаю к изложению очередного материала. Материал, о котором буду вам рассказывать. О том, какие мы получаем процессуальные документы. О том, каким образом необходимо реагировать на эти полученные процессуальные документы. О том, как следует себя вести при осуществлении своих прав, защите своих прав и свобод в органах судебной власти. О том, как следует организовать свою работу при взаимодействии с различной погонью, которая сегодня скопилась в управляющих организациях, ресурсоснабжающих организациях. Ну, а также в организациях банковского сектора. Давайте начнем с того, что вы поставите мне плюсики, для того, чтобы я убедился, что да, действительно, меня слышно. И вы готовы слушать мой материал и воспринимать его. И все нормально, все у вас хорошо. Вы в порядке, в хорошем здравии, в хорошем настроении. Да, запись я включил. Антон, спасибо, что напоминаете. Перейдем к тому, что я расскажу вам о том, чем мы будем сегодня с вами заниматься на этой конференции. Сегодня мы продолжим с вами занятия, связанные с исследованием тех письменных доказательств, которые были представлены управляющей компанией УКДС ВЖР, значит, город Сургут, в суд, в местный суд города Сургута, в обосновании своих возражений относительно удовлетворения требований одного из наших участников, которые требуют признать действия управляющей компании незаконными. В чем заключаются эти действия? И она, значит, пришла определенная командочка мошенников, воров, вымогателей. Они скончковались в одну кучу, в одно такое преступное сообщество, приперлись, значит, в дом многоквартирный и отключили напряжение. Ну и при этом они считают, что они вправе совершать такие действия. Сегодня мы с вами будем как раз смотреть, вправе или нет должностные лица, которые... Должностные лица мы еще пока, в принципе, даже не знаем, являются ли они должностными лицами, но вообще вправе ли лица, которые пришли и совершили вот такие действия, по отключению напряжения в квартире одного из наших участников, мы с вами будем исследовать эти документы и определять, действительно ли эти лица наделены, также эта управляющая организация наделена какими-либо полномочиями в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Ну и сегодня я вас еще дополнительно буду знакомить с объяснениями ищца по данному иску. Напоминаю, уважаемым участникам площадки, что согласно статье 174 Гражданского процессуального кодекса, после выступления судьи, которая оглашает поданное исковое заявление и задает вопросы сначала ИСУ, поддерживайте свои требования, а ответчику согласны с предъявленными требованиями или нет, наступает очередь выступления ИСЦА. В этом выступлении ИСТЕЦ дает свои объяснения, объяснения по поводу поданного им искового заявления, отвечает на вопросы по требованиям, указанным в этом исковом заявлении. Вот мной подготовлено несколько страничек, значит, таких объяснений. Естественно, если у нашего участника площадки появится возможность, ему предоставят возможность выступить с этими объяснениями, он их обязательно в судебном заседании огласит. Но практика показывает, в последнее время наши прекрасные, уважаемые лица, которые называют себя судьями, на самом деле они таковыми не являются, они максимально прикладывают усилия для того, чтобы создать любому из граждан страны возможность участвовать надлежащим образом в судебном разбирательстве по вопросам, связанным с защитой своих прав, свобод и законных интересов. Ну, какие у нас законные интересы? Интересы, основанные на законе. И вот сегодня мы с вами как раз будем эти вопросы исследовать и с ними разбираться. Давайте начнём с чего? Начнём с того, что, значит, один из участников площадки обратился в суд с требованием признать незаконными действия управляющей компании, там, должностных лиц управляющей компании, которые произвели отключение электрической энергии, значит, в его квартиру. Естественно, в ходе предварительного судебного заседания, вернее, не предварительного судебного заседания, а в ходе подготовки дела к судебному заседанию, ответчик представил возражение. Вот мы сейчас с вами и посмотрим, что он там навозражал. Нас же интересует его возражение. Вот и будем смотреть его возражение. Давайте будем смотреть возражение. Открываю возражение. Итак, мы уже с вами к этим возражениям обращались вчера, сегодня мы продолжаем. Итак, возражение на исковое заявление о признании незаконными действия, действий общества УК ДСВЖР, компенсации морального вреда. Обратите внимание, первый абзац – это, естественно, первый абзац – это у нас, давайте я сегодня зелёненький буду это выделять, или синенький. Вот этот абзац первый – это вводная часть. Она стандартная, вводная часть, и ответчик указывает на рассмотрение искового заявления в суде, и также указывает на те требования, которые были предъявлены истцом к ответчику. Далее он переходит, указывает во втором абзаце, он указывает на то, что с исковыми требованиями ответчик категорически не согласен, считает, что эти требования, предъявленные истцом, не обоснованы, и перечисляет, почему он считает эти требования необоснованными. Давайте мы это тоже выделим, вот эту часть. Вот она, вторая часть. И дальше он начинает описывать. Давайте будем смотреть, что же пишет наш прекрасный ответчик. Многоквартирный дом номер 21 по улице Мелик Карамова в городе Сургуте находится в управлении общества УК ДСВЖР, обратите внимание, в кавычках, что подтверждается протоколом от 7 декабря 2006 года. Вот давайте, уважаемые участники площадки, задумаемся. Ну, предположим, собственники помещений в 2006 году проводят какое-то собрание. Мы сейчас не будем обсуждать повестку дня, мы просто предположим. Вот мы здесь все с вами, вот насколько здесь человек собралось, чуть-чуть больше десятка, вот мы собрались и стали проводить собрание. Мы с вами можем сказать, что будет происходить через 14-15 лет. Я думаю, что любой из вас скажет, Виктор Ильич, да как мы можем? Мы не знаем, что завтра будет происходить, послезавтра. А как мы можем говорить о том, что будет происходить через 14-15 лет? А я вам сразу скажу, а вот по мнению ответчика, представителя ответчика, собственники проводили собрание в 2006 году, и уже в то время были уверены в том, что многоквартирный дом, в котором они являются собственниками, находится в управлении этой организации прекрасной. И он подтверждает факт управления вот этим домом, вот этим самым протоколом. А на мой взгляд, уважаемые участники площадки, когда он указывает, что управление многоквартирным домом подтверждается протоколом общего собрания, от 2006 года представитель ответчика демонстрирует всем, что он просто-напросто дуйак, он и дуйот, он не способен понимать значение своих действий, он не может ими руководить, но вот деньги, о-о-о, а вот деньги тут-то как, тут-то он очень хочет, он очень любит их получать. Мозгов нет, способностей нет, сам не знает, что молотит, языком молотит, это юрисконсуль, юра... Юра... оказывается, был воспитан в городе Сургуте. Так что, уважаемые горожане города Сургута, вам следует опасаться, перед вами идиот, юрисконсульт, перед вами дуйак, юрисконсульт, перед вами о... юрисконсульт, потому что по-другому его назвать нельзя. И этот юрисконсульт, понимаете, ведь этот юрисконсульт рассматривает правовые вопросы, рассматривает и разрешает. Кто-то готов признать рассмотрение правовых вопросов законным и обоснованным? Если эти правовые вопросы рассматривает дурак и дебют, лицо не способное понимать значение своих действий или руководить ими, я думаю, что никто из нас никогда не сможет признать такие действия как законными, так и обоснованными. Давайте, уважаемые участники площадки, зададимся вопросом о том, какими доказательствами подтверждается факт управления той или иной организацией многоквартирным домом, в котором вы являетесь собственниками. Давайте зададимся этим вопросом. Для этого предлагаю вам обратиться, сначала обратимся к нормам процессуального права, после этого мы с вами обратимся к нормам материального права. Мы же с вами действуем на основании тех норм, которые придумали многочисленные представители артистов, клоунов, спортсменов, которые сегодня у нас вдруг ни с того ни с сего обитают в нашей так называемой Государственной Думе. Ну вот, что они надумали, мы тем и пользуемся. Бог с ним, мы не будем сейчас давать оценку, правильно это написано, неправильно, мы просто берем и пользуемся тем, чем нам предоставлено. Итак, на что должны обратить внимание? Статья 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, допустимость доказательств. Согласно этой статье, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. А где находятся сведения об определенных средствах доказывания? Они находятся, как написано, в соответствии с законом, то есть в законе они указаны. Поэтому мы с вами открываем статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, часть 11, и смотрим, что же нам предлагает законодатель, для того, чтобы определиться, какими документами, какими определенными средствами доказывания управляющая компания обязана доказать факт управления ею многоквартирным домом. Давайте вот я открываю 162 статью, переходим к части 11 и читаем этой статьи. Если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год, а также размещает указанный отчет в системе. Обратите внимание, что первое, представляет отчет о выполнении договора управления, а второе, размещает отчет в системе. Одно другому не помеха. Размещение отчета в системе не исключает представление такого отчета каждому из собственников помещений в многоквартирном доме. Причем это сделано, извините, в законе указано. Будьте добры, закон исполняйте. Так вот, мы с вами возвращаемся к нашему прекрасному вот этому возражению, да, и видим, что он указывает, что оказывается управление, по мнению вот этого, не в***ды, не д***ки, я не знаю, не в***я, юрисконсульта, юрайки, я не знаю, как его еще назвать. Каждый сам может дополнить квалификатор, определение этого самого юрисконсульта. Но только вот, извините, с этим д***ком в одном кабинете находиться стыдно. А он еще, извините, он еще с вас хоть денежки требует, чтобы вы содержали его, вот этого юрисконсульта. Много найдется желающих добровольно отдать свои деньги на содержание вот этого п***ненького юриспишки? А, уважаемые участники площадки, поставьте плюсики, те, кто добровольно готов содержать на свои деньги вот таких многочисленных юриспишек, расплодившихся в управляющих организациях. Я думаю, что большинство из вас поставит минусы. Почему? Потому что отдавать свои деньги, плодить, поддерживать своими деньгами, значит, вот таких юриспишек, это себя прекратить уважать. А мы себя учимся уважать. Именно для этого мы с вами находимся на этой площадке, для того, чтобы понимать, как противостоять вот этой многочительной поросли юриспишек, скопившихся в управляющих организациях, ресурсоснабжающих организациях, ну и в том числе не забываем, и в органах власти, такие же юриспишки. Юриспишки, у них безмолвие, не способны понимать, что они делают, не способны понимать, что написано в законе, не знающие норм процессуального права. Вот они все там сегодня. Почему? Потому что в этой жизни, уважаемые участники площадки, они никто и звать их никак. Вот эта безмозглость, она не может найти свое место в нормальных человеческих отношениях. Она пришла в органы власти для того, чтобы гадить нам, вредить, для того, чтобы уничтожать граждан, которые живут на этой территории, создавать им проблемы, уничтожать их семьи, уничтожать их детей, внуков, родителей. Вот. А это один из примеров. И мы с вами, уважаемые участники площадки, сегодня видим этот пример. Вот смотрите, я сейчас обязательно выделю вот эту часть, да, вот, которую мы с вами разбираем. Значит, мы с вами разобрались, что для того, чтобы доказать, что УК ДЭС ВЖР управляет многоквартирным домом, представителю ответчика следовало представить отчеты о выполнении условий договора управления указанным многоквартирным домом за последние три года, за предыдущие. Где эти отчеты? Он не ссылается на эти отчеты. Перед нами п***ь. П***ь, которая пытается нам доказать, что дом находится в управлении. При этом, смотрите, скрывает от нас отчеты. И таким образом демонстрирует нам свою способность вытирать свои п***ь булки нормой закона. Частью 11 ст. 162 ЖК РФ. При этом, давайте мы дальше посмотрим на его возражения. Ведь мы же с вами люди-то такие нормальные, мы же не просто так. Мы берем, разбираемся по порядочку. Давайте посмотрим, что тут дальше-то у него. Дальше смотрите. Он вдруг вспомнил. В следующем абзаце пишет. Он вдруг вспомнил про требования частей 1, 2 ст. 153 или пунктов 1, 2 ст. 153 ЖК. Он вспомнил в следующем абзаце про требования части 3, 3 ст. 30 ЖК, про требования ст. 210-290 ГК РФ. Это он все вспомнил. Вот смотрите, он избирательно вспоминает. Он где-то чего-то, как хочется ему, значит, свою утробу обеспечить денежными средствами. Ну, чтобы жить хорошо за чужой счет. Он вспоминает про нормы, права. А как только следует. Смотрите, вот здесь он вспомнил про статью, часть 2 ст. 154 ЖК РФ. Видите, оказывается, он вспоминает о нормах права, когда ему хочется за свою погребникую деятельность, за свое вредительство, за свое уничтожение общего имущества, за свое, извините, процессуальное аналитирование. Аналитирование при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом. Они ведь не осуществляют деятельность по управлению, а они просто публично аналитируют. Вот один из этих аналитистов публичных, он перед вами, Юр... Любите его и жалуйте. Юр... Юрисконсульт. Вот он про нормы права вспомнил. Про часть 11 он ст. 162 ЖК он не помнит, а про часть 2 ст. 154 ЖК он помнит, потому что это сладкое, это вкусное. Это же говорит о деньгах, которые я хочу получать. Но мы, уважаемые участники площадки, должны с вами понимать, что если услуги не оказаны, работы не выполнены, правоотношения не установлены, А документы, которые представляет этот Юр... Мишко, однозначно указывают на то, что правами конкретных собственников в многоквартирном доме 21 по проспекту Комсомольскому распорядились, самоуправно распорядились, Различная п***ь, которая от их имени еще, надувая щеки от своей значительности, пуча глаза, осуществляет управление городом. Гнать таких надо. Гнать! И как только схватили их за покостливые ручонки, их сразу скажут, так, дорогой товарищ, на помоечку, пожалуйста. Давай-ка с этой должности. Мы тебя поставили сюда, на эту должность, не для того, чтобы ты нам гадил, А для того, чтобы ты, находясь на службе у нас, исполняя должностные обязанности, В первую очередь заботился о каждом из жителей города Сургута, ну и других городов. У каждого же своя там, так называемая, администрация, которая сегодня почему-то возомнила, присвоила себе право гадить вам, Создавать вам ад на этой территории. Давайте дальше посмотрим, на какие нормы он ссылается, этот юр... Вот он на постановление правительства ссылает, смотрите, я выделяю, постановление правительства номер 354, он вспомнил. Смотрите, про статью 162, часть 11, он как-то забыл. А вот постановление правительства 354, он помнит, как здорово, как приятно, да? Смотрите, в одном месте он помнит, в другом месте он не помнит. И смотрите, что он помнит, что он оказывается, смотрите, что творит, он еще оказывается, попрекает нашего истца в том, что истец не выполняет своевременно и в полном объеме обязательства по оплате, оказываемых, видите, ведь, оказывается, обязательства исполняют по оплате, не исполняют, обязательства по оплате, оказываемых УКДС услуг по содержанию общедомового имущества и предоставленных коммунальных услуг. Вы чувствуете, ребятки, как все запущено? Вот он какой гад этот наш истец! Мало того, что он не оплачивает услуги, так он еще это делает не своевременно и не в полном объеме. Позвольте, прежде чем требовать оплату, документики-то, подтверждающие исполнение обществом условий договора управления указанным многоквартирным домом, почему не представлены, а? Пог***й, ё***ка! или сконсульт, а? Ё***ка, публично ан***вая, демонстрирует нам свое презрение. А это не обязательно, чё там? Ну, мы же, услуги же не доказываются, что они оказываются. Услуги не доказываются, что они оказываются. Так вот, направляешь отчет каждому собственнику. В данном случае мы не будем говорить про каждого собственника, мы будем говорить про Антона Николаевича Булгакова, которому должен был представлен отчет за последние три года, причем независимо от того, обратился он в суд или не обратился. А я вот уверен, что Антону Николаевичу Булгакову вот эта п***ь из общества УКДС ВЖР ни разу не направила отчет об оказании услуги выполнения работ по договору управления. А я еще вам больше даже скажу, уважаемые участники площадки, смотрите, сколько норм эта п***ь отразила в своих возражениях. Но почему-то избегает отражать требования статьи 162. Давайте мы с вами прочитаем. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме, добавлю, в том числе с Антоном Николаевичем Булгаковым заключается договор на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Кем заключается? Управляющей организацией. Ну ведь собственники не могут сами с собой заключать договор управления. Естественно, управляющей организацией заключается договор. Смотрите-ка, как интересно. То есть представитель ответчика, юр... Занимаясь самоудовлетворением, удовлетворением своих низменных потребностей, А какие у него низменные потребности? Унизить Булгакова Антона Николаевича. Показать, что это Антон Николаевич у нас дерьмо вообще-то. Мы-то тут такие все опаньки. Мы-то все такие крутенькие. Мы-то благодетели здесь. Мы-то здесь... Вон она как. Мы можем прийти и отключить у тебя электроэнергию. Мы можем прийти и канализацию у тебя, пробочку поставить. Мы можем тебе воду перекрыть. Для чего? А для того, чтобы ты, с*** такая, пришел и деньги нам принес в клюве. А мы бы наплевали тебя, под жопу пнули, поскал, пошел отсюда, п***ь. И через месяц снова деньги мне принес. Это они так рассуждают. А мы с вами должны рассуждать по-своему. А здесь идет о чем? Об избирательном применении представителям ответчика норм материального права. А норму материального права нельзя применять избирательно. Иначе будет и судье следует обратить внимание, а то они у нас вот эта п***ь, которая скопилась и сегодня натянула. Значит, мантии забывают о требовании статьи 12. Давайте я открою вам, уважаемые участники площадки. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и, самое главное, равноправия сторон. Если истец, вернее, если ответчик вправе избирательно применять нормы материального и процессуального права, то тогда и Антон Николаевич Булгаков, применяя требования части 1, которая предусматривает равноправие сторон, точно так же избирательно применять нормы материального права. И вот мы избираем нормы материального права, точно так же избирательно, как это делает представитель ответчика. Юб***чко, она н***чей публично направляет свои возраженница. Мы ссылаемся на предложение 2, части 1, статьи 162, в котором указано, что управляющая организация должна заключить с Булгаковым Антоном Николаевичем договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания. Более того, есть такое понятие, как самозащита права. Поэтому Булгаков Антон Николаевич вправе не платить по х***й управляющей организации до направления ему предложения этой управляющей организации о заключении договора управления. Направление управляющей организации Булгакову Антону Николаевичу протокола общего собрания, в котором указаны условия договора управления, установленные собственниками помещений в многоквартирном доме номер 21 по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте, на их общем собрании. Если таких документов не будет, то Булгаков Антон Николаевич вправе не платить. В праве. Это самозащита права. Представите документы. Антон Николаевич ознакомится с ними. Убедится в достоверности содержащихся в этих документах сведений. Обратится к юристам, которые ведут сегодня неравную борьбу с многочисленными юб***шками из управляющих организаций. Получит от них добро, от этих юристов, которые бьются с п***ю из управляющих организаций, и подпишет договор в присутствии того лица, которое вправе действовать от имени управляющей организации без доверенности. И получит от этого лица подпись, чтобы это лицо при нём поставило под документами свою подпись. А до того момента, как будут совершены эти действия, Булгаков Антон Николаевич вправе не платить. Вправе. Защищая свои законные интересы. В чём заключается законный интерес? Интерес в соблюдении норм закона. Напоминаю уважаемым участникам площадки, ведь кроме 162-й статьи Жилищного кодекса, Булгаков Антон Николаевич, как и все другие собственники, которые проживают, в том числе в городе Сургуте, они обязаны руководствоваться чем? Они обязаны руководствоваться частью 5-й статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, в которой указано, что решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим кодексом порядке по вопросам, отнесённым компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. О чём говорит указанная норма закона? Разъясняю. Управляющая компания направляет Булгакову Антону Николаевичу решение общего собрания. Булгаков Антон Николаевич знакомится с решением общего собрания, определяет, принято ли это решение в порядке, установленном настоящим кодексом. Второе. Относятся ли те вопросы, которые там указаны в этом решении, в этом протоколе, компетенции такого собрания? И только после этого признаёт этот документ, этот протокол, документом, в котором содержится обязательство Булгакова Антона Николаевича. До представления такого документа никто из собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе Булгаков Антон Николаевич, не вправе вносить деньги тому или иному лицу. Это требование закона. И Булгаков Антон Николаевич имеет законный интерес. Интерес заключается в соблюдении им требований, указанных в части 5, статьи 46, жилищного кодекса. Представляйте документы, представляйте доказательства, и после этого вступайте в обсуждение вопросов, связанных с установлением правоотношений. И только после того, как установите правоотношения, бегайте и надувайте щёки. А если вам это не нравится, уважаемые управляющие и ресурсоснабжающие организации и должностные лица, должностным лицам следует подать заявление об увольнении и на вольные хлеба, на вольные хлеба, нахлебаетесь в этих хлебах по полной программе. Ну что ж, давайте мы продолжим дальше исследовать эти документы. Опять возражения. Смотрите, 26 декабря 2020 года ДЭС направила на адрес его электронной почты, там чего-то тут понаписали они тут, предупреждение о возможном приостановлении ограничения коммунальных услуг электроэнергии, горячей воды, водоотведения. Обратите внимание, у юральшек из этой УКДС-ВЖР способность направить предупреждение, уведомление о возможном приостановлении, да, имеется. А вот направить предложение заключить договор на условиях, указанных в решении общего собрания. Вот как-то способности не проявляются. Как не проявляются? Ну так перед вами же юральшки. Им же хочется свою утробу набить. Им же хочется о своих тушках позаботиться. А вы-то здесь как дойные коровы. Вы, Булгаков Антон Николаевич, дойная корова для юральшек. А на *** за ваш счет. Далее он пишет. Смотрите, он же не один раз, он возмущен поганым действием Антона Николаевича. Мы 29 января в ответ на досудебное требование дополнительно уведомило на адрес его электронное наличие у него неоплачиваемой задолженности за ЖКО. То смотрите, и тут у них нашлась возможность. Даже электронный адрес почты нашлось. Слушай, Юра ***, она ***. А предложение то заключить договор на условиях, указанных в решении общего собрания, не судьба была направить Булгакову Антону Николаевичу? Не судьба? Или это что? Решил, мало того, что ведешь себя как халоп, как поганый слуга, которого, извините, не только кормить, а при определенных условиях лупать надо. Направить не можно. Отребовать деньги хочется. Хочется? Раз хочется. Напомню Юра ***, она ***, а также тем, кто вот у нас сегодня бежит из многочисленных так называемых собственников и платит только потому, что к ним пришли какие-то платежные документы непонятно от кого, без подписи, без указания лица, которое оформило этот документ. Лица физического, которое действует от имени юридического лица, вот бегут они и платят ***, я вправе называть вас ***, ***, потому что несоблюдение норм материального права свидетельствует о вашем недобросовестном и неразумном поведении. Проще напросто, я называю вас ***, но может быть неправильно, не следует вас сравнивать с животным. Ну а как вас называть, извините, если вы не понимаете, что на каждого из собственников помещений в многоквартирном доме возложена обязанность руководствоваться законом исполнять обязанности на основании решения общего собрания. И только нет решения общего собрания, нет платы, нет решения общего собрания, вот когда будет решение, тогда и будем платить. Нет договора управления, а кому я буду платить, а на какие счета, а где сведения о документах, подтверждающих, что именно это юридическое лицо оказывает вам услуги, что именно это юридическое лицо выполняет работы по содержанию жилых помещений в вашем доме и общего имущества, предоставляет коммунальные услуги, а вы не боитесь, что сегодня один к вам пришел с попрошайками, да? Вы оплатили, а у меня было такое в практике моей, защищал я одну женщину такую, потом другой пришел. Было, было, она платила, добросовестно платила, платила, и вдруг, как нарисовалось, еще одно юридическое лицо через три года и говорит, ты мне дополнительно еще 180 тысяч внеси. Точно так же, как вот эта юб***ишка пог***ная действует, на нормы права ссылается, но почему-то ничего не предоставляет в обоснование своих возражений. Так вот, в том судебном заседании женщину защитил, у нее были долги перед этой поганой управляющей компанией, которая 180 тысяч, там был долг 17 тысяч, вот и 17 тысяч признали. Все остальные деньги отказали в связи с тем, что моя доверительница действовала разумно и добросовестно, то есть действовала так, как ей говорили, так, как ей предписывал я, когда мы с ней общались при разрешении этого вопроса. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Мы же с вами смотрим, читаем, что это пишет. Чув*** из чудес. Сейчас открою следующий листочек. Посмотрим с вами. Мы же вправе с вами посмотреть. Размер, смотрите, размер показывает. Сейчас я побелее сделаю, чтобы лучше было видно. С каждым его вздохом разберемся в этой п***е из управляющей компании. Еб***шка, блин. Смотрите, посчитал. По состоянию висца имелась задолженность в размере. Опять же буду подчеркивать все то, что он здесь пишет. Вот она. Опять ссылается далее на правила 354-е. Вот он, да? Причасть первую и часть 11-ю статьи 162 ЖК РФ он не вспоминает. А вот про правила 354-е он быстренько вспомнил. Ну, там же, понимаете, там же связано с возможностью повымогать денежные средства. А денежные средства-то же так приятно получать, да? Утробу свою набивать. Давайте смотрим. Они подтверждают, была приостановлена. И приостановление было произведено. Факт того, что они совершили противоправные действия, вот. Это признание ответчикам своих действий, направленных, как он утверждает, на приостановление электроснабжения квартиры Булгакова АНН. Причем он указывает на что? В присутствии комиссии. Обращаю ваше внимание. Очень весело. Оказывается, это было произведено в присутствии комиссии. Состоящие из сотрудников ООО РЭУ-2. Я сразу задаю вопрос. Минутку. А какое отношение общество РЭУ-2 имеет к многоквартирному дому номер 21 по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте? А где решение общего собрания собственников, которое наделило общество РЭУ-2 полномочиями совершать какие-либо действия, в том числе по приостановлению энергоснабжения, электроснабжения в квартире? Далее, ООО ЖЭУ-2 тоже самое. А где решение общего собрания в отношении этой прекрасной коммерческой организации и их должностных лиц? Документишко должен быть. Документишко, который наделяет эту организацию полномочиями совершать какие-либо действия в этом многоквартирном доме. А если такие полномочия, как у РЭУ-2, так у ЖЭУ-2 отсутствуют, если собственники на их общем собрании указанное общество полномочиями не наделяли, то тогда должностные лица этих обществ при приостановлении электроснабжения действовали самоуправно. В их действиях имеются признаки преступления. И, наверное, Булгакову Антону Николаевичу следует озаботиться составлением и подачей заявления о возбуждении в отношении лиц, которые вдруг ни с того ни с сего прибежали здесь, комиссию какую-то устроили. В возбуждении уголовного дела о самоуправстве их никто не наделял полномочиями, а они приперлись. Но так же и УК ДЭС ВЖР еще не доказала, еще не доказала факт того, что собственники помещений в указанном многоквартирном доме чего-то там, кого-то выбирали. В данном случае наделили полномочиями эту организацию. Смотрите-ка, а тут еще есть какой-то член от какого-то совета. Ну, нам, конечно, член это очень здорово выглядит, наверное, посмотреть бы так его как бы в профиль, в фаст, в стоячем, в висячем положении, ну, в свинячем, в конце концов, положении. Мы же можем себе позволить такое удовольствие понаблюдать член совета МКД? Не знаю, какого МКД. Что такое МКД? Межконтинентальная дурь? Совет межконтинентальной дури? Межконфессиональной дури? Оказывается, там еще член есть, который вот тут раз в комиссию вдруг вошел, вошел в комиссию, вышел, и вот такое у него, знаете, такое эротическое похаживание, зад, перед, туда, сюда, пришел, вышел, пришел, вышел. Ну, нормально так, удовлетворяет членов, сотрудников удовлетворил, РЭУ-2, ЖЭУ-2, УКДС, ВЖР. Ну, ходит член, он пришел, он же для удовлетворения, наверное, не знаю, как. Или они, может быть, размахивали этим членом, когда приостанавливали электроснабжение, отгоняли, там, не знаю, мух, мошет, кого-то отгоняли, о чем были составлены соответствующие акты. Далее, я пока сейчас оставлю здесь вот законность, выжуказанность сургутского дела инспектирования, мы еще с этим вопросом будем отдельно разбираться, как была проверена законность. Я тут думаю, здесь тоже надо разбираться, потому что та дурь, которая была написана в акте, она требует своего точно такого же внимания и разбирательства. Далее, а вот здесь уже клевета пошла в отношении Булгакова. Смотрите. 3 февраля при проверке электрического счета работниками подрядной организации ей... Ну, понимаете, он же ***, этот, ***. Работниками подрядной организации должно быть, если он русский язык соблюдает. Это если он не знает, так вот у него с русским языком-то проблемы, у ***, то это организация общества РЭУ-2. Подождите минутку. Какого РЭУ-2? Чем подтверждаются полномочия РЭУ-2 проводить какие-то проверки электрического счета? Еще ни одна из перечисленных организаций не принесла документ, в котором содержится решение общего собрания собственников в многоквартирном доме, помещении в многоквартирном доме номер 21 по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте по наделению РЭУ-2, ЖЭУ-2, УКДС, ВЖР, полномочиями. Так если нет полномочий, а чего вы сюда приперлись? Самоуправство. Опять же пришли самоуправно действовать. Документов нет, но пришли самоуправно действовать. Я думаю, что Антону Николаевичу следует достаточно жестко дать оценку самоуправным действиям должностных лиц. Тем более, они же даже бумажки представили. Кто самоуправно тут шевелил говядиной на территории многоквартирного дома? Кто гадил Булгакову Антону Николаевичу? Кто себе присвоил полномочия воровать и присваивать денежные средства, без установленных законом и сделкой оснований? Заниматься неосновательным обогащением. Но тут надо разбираться гораздо больше Булгакову Антону Николаевичу. Это все стало возможным благодаря преступной группе. О гарнизованному преступному сообществу, которое действует на территории города Сургута в лице должностных лиц органов государственной и муниципальной власти. Неужели должностные лица органов власти на территории Сургута не могут быстренько разобраться, каким образом устанавливаются полномочия той или иной коммерческой организации? А? Верите, уважаемые участники площадки? Верите в то, что они не способны разобраться? Точно так же, как мы с вами сидим здесь спокойно, читаем и разбираемся. А это, извините, мы-то с вами это делаем бесплатно, безвозмездно. Иным словом, даром мы дарим наши исследования всем гражданам страны для того, чтобы они взяли и проверили п***ь, которая скопилась в органах власти. Она легко проверяется. Вот этот документник-то показывает, что в органах-то власти сидят либо невежды и неучи, либо те лица, которые халатно исполняют возложенные на них обязанности, либо превышают должностные полномочия. Ведь так? Смотрите, они, оказывается, обнаружили, что собственник... Смотрите, собственник квартиры в указанном осуществил самовольное подключение. И далее они рассказывают о том, каким образом было произведено подключение. А я, знаете, уважаемые участники площадки, я вот смотрю, и меня начинает разбирать сомнения. А оказывается, в этих, в РЭО-2-то, в ДЭС, в ИЖР и в ЖЭО-2, и вот этого члена... Не к столу будет сказано, совет от дома. С головушкой-то не всё в порядке. Вот представьте себе, каждый себя представьте. Вот вы не обладаете специальными техническими познаниями в электричестве. Вы не обладаете, значит, познаниями в том, каким образом построена система энергоснабжения в этом многоквартирном доме, да? И тут вас обвиняют в том, что вы самовольно подключились к электросети. Причём, смотрите, путём монтажа питающих и отходящих, и рассказывают вам о том, как вот эти, вот эта п***ь, которая сама произвела отключение, а затем сама же восстановила это, сама сделала, потом побежала, заявление подала на Булгакова о привлечении его к административной ответственности. Вот смотрите, то есть они сами отключают, потом сами подключают, да? Рассказывают, как это всё сделано было, то есть каким-то образом пришёл Булгаков, не обратил. Вот вы знаете, да, вот это монстр, у нас Булгаков Антон Николаевич, это же монстр, он ходит, ага, так, энерго, значит, по электрике у него там троечка была, значит, ну, я не знаю, я предполагаю, я вообще-то не видел диплома об образовании, но я просто знаю, что такое энергоснабжение. Я представляю, что не так просто прийти и влезти в электрощиток. Там, извините, там напряжение 380 вольт. И насколько мне известно, всё, что свыше 36 вольт переменного тока считается опасным для жизни. Свыше 36, а здесь 380 вольт в 10 раз выше. То есть они предполагают, указывают, что Булгаков, ну, видимо, да, ну, они представляют, как сами представляют, что сами у самих мозгов нет, способностей нет, но вот он пришёл, монтаж произвёл, разобрался, не имея схемы подключения в зал. Вы верите в это, да, вот в эти, вот эти бред, вот в этот бред, который здесь демонстрируют представители? Юрзка это, тоннельщий. Вы верите в этот бред, что кто-то пришёл, вот не имея знаний, залез и всё восстановил. А они пришли, повторно отключили. Так вот, уважаемые участники площадки, у меня чёткое убеждение. Кто в первый раз отключил, тот и потом восстановил, после этого, вернее, пришёл, значит, восстановил, потом опять отключил и при этом подал заявление в полицию, чтобы в МВД по городу Сургуту с заявлением о привлечении Булгакова к административной ответственности. Понимаете? Вот она. Сами отключают, сами подключают, сами подают заявление о возбуждении административного дела, потом сами опять отключают. Смотрите, какая схемка вырисовывается. Всё делают самостоятельно, самоуправно. Самоуправно наделили без себя правом ходить и вымогать денежные средства отключением электроэнергии, да, установками заглушек в различные. Чтобы человек не мог в туалет сходить, да, чтобы у него дерьмо по квартире плавало, но мало того, что дерьмо по квартире плавало, оно ещё ниже стоящих соседей вдруг неожиданно затопило. Вы же знаете, последствия-то вот такие. Они могут быть ой-ой-ой какие. Потом это вот, смотрите, дерьмо поплывёт, как с верхнего этажа до первого. А эти будут ходить и похохатывать. Вот это п***ь. Она еб***щая. Юр***щики, у которых впереди-то совершенно, они на два шага ничего просчитать не могут. Способности у них нет. С русским языком проблемы. Далее они пишут. Отечественных еб***щиков, которые там сегодня обитают, мозгов нет, а туда же лезут. Теперь давайте перейдём к протоколу, на который они ссылаются. Вот он протокол. Мы вчера с вами разбирались. Смотрим. Уважаемые участники площадки, вот запомните то, о чём я сейчас вам скажу. Это очень важно. При исследовании любого письменного доказательства вам необходимо что сделать? Первое. Убедиться в том, что в этом документе указаны сведения. О имени, отчестве и фамилии лица, которая оформила этот документ. Это первое. Если отсутствует фамилия, имя и отчество, то такой документ не имеет юридической силы, так как не соответствует правилам, указанным в пункте 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации, этот документ получен с нарушением закона, не может вызывать юридических последствий. Так вот, в данном случае, обратите внимание, вводная часть, сегодня я буду здесь синеньким подчёркивать, чтобы вы ещё раз сегодня другим буду светом подчёркивать. Вот, смотрите, Лепихина ТВ. Видите, да? Нету имени, отчества. Всё. Значит, речь идёт о чём? О действиях, совершённых в обход закона. Документ получен с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации. Этот документ не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий и не может быть положен в основу решения суда, как доказательство, полученное с нарушением закона. Вторая часть, на что вам следует обратить внимание при ознакомлении с документом, это полномочия. Откуда проистекают полномочия лица, оформившего этот документ? Наделён, наделено ли это лицо полномочиями, либо не наделено? У вас должен быть на руках документ, подтверждающий полномочия лица, оформившего тот или иной документ. И это независимо, протокол вы смотрите, независимо от того, платёжный документ вам направляют. Многие здесь постоянно говорят, но почему-то всё вокруг да около, без ссылки на закон. Давайте научимся руководствоваться законом. Любой документ, в том числе платёжный документ, содержит сведения о должностном лице организации, который оформил этот документ, содержит информацию в объёме имя, фамилия, имя, отчество, должность. Нет, всё, этот документ получен с нарушением закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий. Более того, по этому документу вы не вправе осуществлять какие-либо действия. А если вы эти действия осуществляете, значит, у вас либо с головушкой не всё в порядке, либо вы действуете недобросовестно, но чаще всего неразумно. Ну, то есть, демонстрируйте свою дурь. И вот, пожалуйста, донесите до всех граждан страны эту простую истину. Документ должен быть связан с тем или иным лицом. Платёжные документы, они не связаны с тем или иным лицом. С тем или иным лицом, который несёт что? Ведь сведение об этом лице говорит о чём? О том, что именно вот это должностное лицо берёт на себя ответственность за достоверность отражённых в документе сведений. Вот относительно протокола. Смотрите, Лепихина ТВ, Она скрыла от вас, от собственников, своё полное имя и отчество. Для чего она так делает? Она не хочет брать ответственность за достоверность отражённых в документе сведений. По аналогии, уважаемые участники площадки, как вы думаете, когда вы берёте решение суда, Да, вы видите там, мировой судья скрывает от вас имя и отчество. Да? Судья скрывает от вас имя и отчество. С какой целью действует судья? С целью не брать на себя ответственность за достоверность отражённых в указанном документе сведений. Вот видите, как легко и просто мы с вами разворачиваем любой документ. Мы его читаем. Есть сведения об имени отчестве? Есть сведения о полномочиях? Тогда мы можем признать этот документ удостоверенным, надлежащим образом. Нет таких сведений, значит, документ, получен с нарушением закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий. В частности, не может быть положен в основу решения суда. Так же и решение суда. Как бы это нашим доблестным тушкам в мантиях не хотелось. Они же у нас сплошь и рядом пытаются умничать. Щёки надувают, а имя отчества скрывают. Вот я своё имя отчества не скрываю. А зачем мне скрывать? А вот судьи скрывают. Да? А раскрывать, значит, им доверять-то нельзя. Помните? Помните, уважаемые участники площадки, мы перед судебным заседанием, перед началом рассмотрения дела по существу, вправе заявить судье отвод. Так вот, сокрытие в процессуальных документах своего собственного имени и своего отчества является самостоятельным основанием для заявления такому лицу отвода в связи с его явно с действиями, совершёнными в обход закона. Мы же не можем доверять рассмотрению нашего дела, обеспечению наших с вами прав и свобод тому лицу, которое ещё до рассмотрения дела по существу уже демонстрирует склонность действовать в обход закона. Зачем нам мошенник в мантии? Зачем нам напёрсточник в мантии? Зачем нам пройдоха в мантии? Они нам не нужны. Поднимите процессуальные документы, посмотрите, сплошь и рядом эти документы оформлены не судьями, а мошенниками, теми лицами, которые скрывают от вас своё имя и отчество, потому что знают, что рано или поздно за те действия, направленные в обход закона, направленные на то, чтобы вас унизить, направленные на то, чтобы ограбить вас, вашу семью, оставить без средств существования ваших детей и ваших пожилых родителей. Им всё равно, рано или поздно, за эти действия придётся отвечать. За уничтожение страны некогда мощной им придётся отвечать. Давайте вернёмся к исследованию документов. Ну, самое главное, что в этом документе отсутствует сведения о ком? О собственниках помещений в многоквартирном доме. Ведь часть пятая статьи 46 говорит о том, что решения собственников, принятые на их общем собрании, обязательны. А здесь нет собственников. В документе нет собственников. Чьи вы решения собираетесь исполнять, вы не можете руководствоваться данным протоколом, так как этот документ опровергает доводы юр... а на... юр... из управляющей компании о том, что это решение общего собрания собственников. Нет собственников. А кто есть? А есть лица, которые распорядились самоуправно, распорядились правами собственников. Вот Лепихина ТВ. Она... Почему скрывает своё имя и отчество в сведении о документе, удостоверяющем личность? В сведении о документе, подтверждающем полномочия? Почему она скрывает? Потому что она пришла распоряжаться не своими правами. Она пришла для того, чтобы оформить документ, в котором она распорядится правами собственников помещений в многоквартирном доме номер 21 по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте. Именно поэтому она скрывает своё имя и отчество. Она знает о том, что действует в обход закона с противоправной целью наделить коммерческую организацию полномочиями предъявлять требования о внесении платы без установленных законом и сделкой оснований. То есть она таким образом обеспечивает возможность воровать и грабить собственников. И при этом вот это же организованное преступное сообщество будет утверждать, что это собственники в данном случае и Булгаков Антон Николаевич приняли решение о том, кто будет их грабить, кто будет присваивать их денежные средства. вот у них замысел. Замысел-то в чем заключается? И мы с вами должны понимать, что сегодня мы с вами выявили признаки организованного преступного сообщества, действующего на территории города Сургута. И это не шутки. Документ-то однозначно говорит о том, что собственники не принимали участие в этом общем собрании. Нет собственников. А мы с вами знаем, что пункт 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации приравнивает решение общего собрания к доверенности. Ну, представьте себе, в доверенности же что указывается? В доверенности указывается сведение о представляемом, да, и сведение о представителе, а в данном случае в протоколе сведения о представляемом о представляемых собственников нет. Нет в этом документе таких сведений. Вот как здорово, да, сведений нет, а п***ь, которая скопилась в органах власти утверждают, что вот вы же тут приняли чего-то, вот же протокол, вы же должны были его обжаловать в течение шести месяцев. Да, очень здорово, обжаловать. Как можно обжаловать решение собственников, если этого решения нет, а протокол сфальсифицирован и находится в распоряжении фальсификаторов? Как можно обжаловать то, о чем вам не известно? Но это не весь вопрос. А как можно обжаловать протокол, в котором отсутствуют сведения о собственниках? Ведь вы же вправе обжаловать решение чьи? Собственников. А здесь собственников нет. Закон предоставляет право обжаловать решение собственников, а в документе собственников чьи решения вы вправе обжаловать? Сведения отсутствуют. Очень смешно. Обхохочешься. Обжалуй решение того, кого нет, а не пошли-ка ли все должностные лица, в том числе судьи, которые дурь нам демонстрируют в одно место, я даже могу сказать какое, обжаловать. Пусть скажут мне фамилию, имя, отчество того собственника, решение которого я обжалую, я пойду его обжалую. Давай говори, уважаемый судья, пожалуйста, или ебаня, как там тебя? Анатолий Расскажи мне, пожалуйста, прочитай мне, пожалуйста, в протоколе, я вот хотел бы оспорить вот это решение. Ну, фиг с ним, что там 6 месяцев. Как я могу оспорить, если здесь нет никого, сведения о собственниках, которые принимали решение? Чье решение должен оспорить? Так я протокол должен оспорить или решение собственников? Вот так вот, уважаемые участники площадки. Здесь нет сведения о лицах, которые принимали участие в общем собрании. Нет сведений о документах, удостоверяющих их личность. Нет сведений о документах, подтверждающих право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме. Так кто принимал решение самоуправно? А вот она, Лепихина ТВ. В отношении нее следует рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за самоуправство. Лас-то один раз за КТ. Загрести и поставить на место. Ну, ладно. Давайте перейдем к объяснениям ИСЦА. Я же вам обещал сегодня огласить объяснение ИСЦА. Это не все, это черновичок. Ну, сколько могу, столько успеваю. Итак, ознакомившись с вынесенными судьей Булутским ИВ-определениями, листы дела еще не проставил, содержанием возражений ответчика на исковое заявление о признании незаконными действий ООО, КДС, ВЖР, компенсации морального вреда, далее возражения лист дела, а также изучив приложенные ответчиком к возражениям документы, заявитель установил. ИСЦА обратился в Сургутский городской суд с исковым заявлением, в котором потребовал признать незаконными действиями общества по прекращению подачи электрической энергии в квартиру 16, дома 21, по Комсомольскому проспекту в городе Сургуте 2 и 3 февраля 2021 года. В обосновании заявленных требований описательная часть идет в абзацах 2 и 3 исковое заявление ИСЦА указал, что 2 и 3 февраля жилое помещение по адресу было полностью отключено ответчиком от электроснабжения. Ответчик объяснил отключение электроэнергии указанного в жилом помещении наличием у ИСА задолженности с жилищно-коммунальной услуги. Вместе с тем, по мнению ИСА, у него отсутствует задолженность перед ответчиком. Ответчик возражал относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме по доводам изложенным в возражениях на исковое заявление и далее идет название этих возражений. В возражениях ответчик указал на то, что многоквартирный дом номер 21 по улице Мелик-Карамова в городе Сургуте находится в управлении общества. Квартира 16 указанного дома является собственностью. Обязанности возложенные на собственника помещение в многоквартирном доме перечислены, ну дали нормы, я уже говорил, не буду себе перечислять, да, в части оплаты по содержанию общедомового имущества предоставления коммунальных услуг по указанным в возражениях адресу истец не исполняет. Общество неогракатно уведомляло о наличии задолженности и о необходимости ее оплаты, а также погашения, а не оплаты, а также об ограничении предоставления коммунальных услуг электроэнергии, горячей воды, водоотведения, который должник проигнорировал. Задолженность по оплате ЖКУ в добровольном порядке по оплате ЖКУ в добровольном порядке оплачивать отказаны, отказываются. 2 февраля электроснабжение квартиры было произведено электроэлектроснабжение квартиры было произведено в присутствии комиссии, состоящей из сотрудников РО-2, ЖО-2, УКД, СВЖР, члена Совета МКД и составлены соответствующие акты. 3 февраля было обнаружено самовольное подключение к электросети и составлен акт обнаружения и сакционирования самовольного подключения к внутри домовым инженерным сетям. 15 февраля электроснабжение было возобновлено в середине полной оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Это вводная описательная часть. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья Бурлуцкий определил, обращаю ваше внимание, обязательно указываем, что необходимо доказать ИСЦУ и что необходимо доказать ответчику. Это как раз определение, которое вносит судья в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. Он определил, что на ИСЦе лежит обязанность доказать факт нахождения квартиры в его собственности, а также подтвердить противозаконность действия ответчика и их противоправность. На ответчике лежит обязанность доказать возникновение между ответчиком и булгаком договорных отношений, основания для отключения электроэнергии, а также отсутствие противоправности в совершении общества действий подключения электричества к квартире ИСЦА. Исполняя возложенные на него обязанности, руководствуясь в положении в статье 174 ГПКРФ, ИСЦЕЦ представляет ответчику и суду свои объяснения, изложенные ниже. Факт нахождения квартиры подтверждается выпиской копия, которая передана суду. Вместе с тем ИСЦЕЦ заявляет о том, что между ним и ответчиком договорные отношения не только отсутствуют, но и не могут быть установлены по обстоятельствам перечисленным далее. Доводы ответчика о том, что электроснабжение в его квартире восстановлено в связи с полной оплатой за должности, за жилищно-коммунальные услуги следует признать несостоятельными, так как ИСЦЕЦ не признает наличие у ответчика полномочий оказывать и выполнять работы по содержанию жилых помещений в указанном многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги, а также не признает оказания и выполнения им таких услуг и работ, а также предоставления коммунальных услуг. ИСЦЕЦ также не признает фактическое оказание и выполнение УКДС услуг и работ по содержанию жилых помещений в указанном многоквартирном доме, предоставление ответчикам коммунальных услуг ИСЦУ, а также наличие УИСЦа за должности перед обществом и ее оплату. Вместе с тем, на противозаконность действия ответчика и их противоправность указывают следующие обстоятельства. Так, ответчик представил в суд возражение в абзаце 3 на странице 1 которых указал сведения о том, что многоквартирный дом находится в управлении УКДС, что подтверждается протоколом от такого-то числа. ИСЦУ предполагает, что в данной части возражений ответчик ошибочно указал адрес многоквартирного дома, в котором квартира 16 является собственностью Булгакова Антона Николаевича. Поэтому довод ответчика о том, что истцом не отрицается факт нахождения квартиры номер 16 многоквартирного дома в собственности ИСЦа следует признать ошибочно. Но он ошибочно указал. ИСЦУ также предполагает, что подтверждать протоколом от 7 декабря 2006 года обстоятельства нахождения многоквартирного дома в управлении общества в настоящее время может только лицо, которое не понимает значения своих действий и не может этими действиями руководить. Ну, с головушкой у того лица, которое составляло данный документ, не все в порядке. Поэтому горожанам города Сургута следует аккуратненько наблюдать за этим юр... ИСЦУ правильно помнит представителю ответчика, который по факту оказался любителем ссылаться на нормы закона и суду о том, что к определенному средству доказывания факта управления многоквартирным домом статья 60 ГПК РФ в ее системной связи с частью 11 статьи 162 ЖК РФ относит отчет о выполнении договора управления за предыдущий год, который управляющая организация обязана представить каждому собственнику помещения в многоквартирном доме в городе Сургуте в течение первого квартала текущего года. Непредставление ответчикам суд и ИСЦУ отчетов о выполнении договоров управления многоквартирным домом за последние три года подтверждает доводы ИСЦА о том, что между ним и ответчиком отсутствуют договорные отношения, что ответчик не оказывает услуги и не выполняет работы по содержанию жилых помещений в указанном многоквартирном доме, а также не предоставляет собственникам помещений в данном доме, в том числе ИСЦУ, коммунальные услуги, не вправе предъявлять требования внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, осуществлять действия по ограничению подачи электроэнергии в квартиру ИСЦА или ее полному отключению. Кроме того, непредставление ответчикам договоров управления за последние три года оповергает его же доводы о том, что указанный многоквартирный дом находится в управлении этого общества. В обосновании обстоятельств, указанных в данной части возражений, ответчик представил копию протокола подведения итогов по решению, ну и реквизиты этого протокола, я его оглашать не буду. Исследовав и оценив копию протокола по правилам основной статьями 12, 67, 196, 225 ГПК РФ, заявитель пришел к выводу о том, что представленная ответчиком копия протокола собрания получена с нарушением закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий, копию протокола собрания нельзя положить в основу решения суда. Кроме того, в результате исследования копия протокола заявитель пришел к выводу о том, что эта копия документа полностью подтверждает его доводы о незаконных действиях УК ДСВЖР по прекращению подачи электрической энергии в его квартиру 2 и 3 февраля 2021 года, а также опровергает доводы представителя ответчика о том, что многоквартирный дом находится в управлении этого общества. Так, отражение в копии протокола сведений об общем имуществе, об общем собрании собственников жилых-нежилых помещений, далее по тексту, тогда как в самом документе отсутствует сведения о собственниках помещений, указанном на многоквартирном доме, принявших участие в этом чудевральном общем собрании, выглядит достаточно забавно и также достаточно точно отражает уровень невежественности, безграмотности и одновременно наглости авторов этого сфальсифицированного и представленного в суд в качестве доказательства документов. Истец вправе напомнить ответчику и судье Буруцкому о том, что согласно положениям пункта 4 ст. 185 ГК РФ правила настоящего кодекса о доверенности применяются также в случаях, когда полномочия представителя содержатся в решении собрания, если иное не установлено законом или не противоречит существу отношений. Представитель ответчика представил суду доверенность, в которой содержатся сведения о представляемом и представителе. Ознакомившись содержанием доверенности, любой вправе сделать вывод о том, что ответчику известно о том, что в решении общего собрания, так же, как и в доверенности, должны быть указаны сведения о представляемых собственниках, а так же их представителях в лице председателя и секретаря общего собрания, членов счетной комиссии, представленной ответчиком копии протокола собрания, отсутствует сведения о представляемых собственниках помещений в многоквартирном доме, из чего любой вправе сделать вывод о том, что собственники помещений в указанном многоквартирном доме в их общем собрании, результаты которого оформлено протоколом собрания, участие не принимали. При указанных обстоятельствах любой вправе сделать вывод о том, что ответчик представил в суд сфальсифицированный документ с целью обмана или введения в заблуждение истца и суд относительно обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, связанных с самоуправным наделением управляющей организации полномочиями по предъявлению требований о внесении денежных средств в эту организацию без установленных законом и сделкой оснований. Неосновательное обогащение Исследуя вопрос о том, содержит ли представленная ответчиком копия протокола подписи лиц, наделенных правом на скрепление этого документа подписью, заявитель пришел к выводу о том, что этот документ не содержит такие подписи. Как указано выше, в протоколе собрания отсутствует сведения о собственниках, что достаточно определенно свидетельствует о том, что собственники не принимали участие в их общем собрании, результаты которого оформлены этим протоколом. Соответственно, собственники решения по вопросам, отраженным в этом протоколе собрания, не принимали. При указанных обстоятельствах следует признать, что собственники помещения в указанном многоквартирном доме не наделили лиц, сведения о которых отражены в этом документе, полномочиями действовать от их имени, в том числе подводить итоги по решениям, принятым общим собранием в составе счетной комиссии. Таким образом, лица, чьи бессодержательные рисунки проставлены под протоколом собрания, самоуправно распорядились правами собственников с противоправной целью наделить коммерческую организацию полномочиями, предъявлять требования о внесении денежных средств на счета этой организации, без установленных законом и сделкой оснований. Неосновательное обогащение. Оформление протокола лицами, у которых на момент его оформления фактически отсутствовали полномочия действовать от имени представляемых собственников, указывает на необходимость применить таким действием правило, установленное статьей 183 Гражданского кодекса. Ответчик знал об отсутствии у лиц, оформивших протокол собрания, полномочий на его оформление, так как факт отсутствия в этом документе сведений о представляемых собственниках помещений в настоящее время способно установить любое лицо, обладающее познаниями, в объеме средней школы СССР, понимающие значение своих действий и способные руководить ими. При указанных обстоятельствах убытки, возникшие у ответчика в связи с действиями лиц, оформивших протокол собрания, не подлежат возмещению, в том числе и с ЦОМ. Вместе с тем, если предположить, что собственники помещений в многоквартирном доме номер 21 по проспекту Комсомольской в городе Сургуте действительно принимали участие в их общем собрании, результаты которого оформлены протоколом, а также проголосовали по вопросам указанных в повестке дня этого документа, то тогда утверждения ответчика о том, что его управление домом подтверждается протоколом, могут свидетельствовать о том, что представитель ответчика не способен понимать значение своих действий и руководить ими. Так, представленная ниже копия части протокола содержит информацию о решении по вопросу номер 1 повестки дня, а именно. Смотрите. Собственники многоквартирного дома, расположенного по адресу проспект Комсомольский, дом 21, выбрали управляющую организацию на право осуществлять функции по управлению многоквартирным домом, обращаю внимание, только на 2007 год. Из содержания представленной части собрания следует, что обществу предоставлено право осуществлять функцию по управлению домом только на 2007 год. Общественно, что указанный период начинается 1 января и заканчивается 31 декабря 2007 года, из чего следует, что право осуществлять функции по управлению многоквартирным домом по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте у общества закончилось 31 декабря 2007 года. При указанных обстоятельствах утверждение ИСА о том, что его управление домом подтверждается протоколом от 7 декабря 2006 года следует признать недостоверными направленное на введение заявителя и суд в заблуждении относительно обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения настоящего гражданского дела. Кроме того, из представленной части протокола собрания следует, что указанным в документе обществу предоставлено право осуществлять функции по управлению многоквартирным домом. Сведения о том, что этому обществу предоставлено право оказывать и выполнять услуги и работы по содержанию и ремонту жилых помещений и общего имущества в доме, а также предоставлять коммунальные услуги в протоколе собрания отсутствует. Таким образом, представленная ответчиком копия протокола собрания достаточно определенно свидетельствует о том, что собственники участия в собрании не принимали, вопросы повестки указанных в протоколе не разрешили, соответствующими полномочиями ответчика не наделили. При таких обстоятельствах состоит также признать, что предъявляя ИСУ требования внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги без установки закона и сделки оснований, ответчик действовал самоуправно. Точно так же самоуправно ответчик произвел отключение электроэнергии в помещениях, принадлежащих ИСУ на праве собственности, с целью принудить заявителя к сделке с лицом, действующим в обход закона, с противоправной целью приобретения денежных средств заявителя, без установленных законом и сделкой оснований. Исследуя представленную выше часть протокола собрания, заявитель установил отсутствие ее содержания реквизитов, а в однозначно идентифицирующих организацию сведения, которые отражены в этой части документа. К таким реквизитам закон относит сведения об основном государственном регистрационном номере организации, ее местенахождении, а также сведения о лице, которое вправе действовать от имени организации без доверенности. Кроме того, сопоставляя написание названия организации, указанной в протоколе собрания, с названием организации, которую представляет представитель ответчика, любой вправе сделать вывод о том, что написание это существенно отличается. Так в протоколе собрания названия управляющей организации указано, как ООО УКДС ВЖР, смотрите, без кавычек, тогда как представитель ответчика действует от имени ООО УКДС ВЖР с кавычками. При указанных обстоятельствах любой вправе сделать вывод о том, что ответчик ООО УКДС ВЖР и управляющая организация ООО УКДС ВЖР, без кавычек, сведения, которые отражены в протоколе собрания, не являются одним и тем же юридическим лицом, что вставит под сомнение не только наделение ответчика полномочиями по управлению многоквартирным домом, но и законность осуществления ответчиком функции управления указанным домом. Исследуя представленную ответчиком копию протокола далее, заявитель установил наличие в ней сведений о принятии решения по вопросу определения размера платы за жилое помещение. Копия указанной части представлена ниже. С учетом положения, отраженных в решении по вопросу 1 повестки дня протокола собрания, размер платы был установлен в соответствии с постановлением администрации города на 2007 год, и с тех пор не менялся. Очень внимательно, собственники в этом доме, которые проживают, не менялся размер платы. Обратите внимание, у вас появилось право потребовать возвращения денежных средств, если бы вы платили по новым. А я там уверен, что там копейки надо было платить в 2006 году. Так что возьмите и взыщите с этой погони. Сука, ДЭС, ВЖР, по полной программе. По крайней мере, за последние 36 месяцев в защите денежные средства. А вообще с него надо полностью деньги изыскать. В полном объеме. Вместе с тем, представленным ответчиком копией протокола, не нашли своего отражения сведения об установлении размера платы за коммунальные услуги, что также указывает на отсутствие оснований предполагать наличие решения общего собрания по вопросу наделения ответчиком право предоставлять коммунальные услуги, в том числе услуги электроснабжения. Истец вправе напомнить ответчику и суду о том, что согласно правилам указанного в части 5 ст. 46 ЖКРФ решение общего собрания собственников многоквартирного дома, принято в установленном настоящем кодексом порядке, по вопросам, отнесенным компетенцией такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. Определение способа управления многоквартирным домом, выбора управляющей организации, установление условий договора управления многоквартирным домом, а также решение о заключении договора управления с выбранной управляющей организацией относятся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Никто, в том числе истец, ответчик и суд, не вправе разрешать вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания собственников, указанном в многоквартирном доме. Не вправе. Из указанного выше следует, что до принятия собственниками в указанном в многоквартирном доме соответствующих решений и представления ИСУ оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих разрешение собственниками вопросов на их общем собрании, истец не вправе совершать какие-либо действия, в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги любой коммерческой организации. В настоящее время ответчик не предоставил ИСУ и суду относимые, допустимые, достоверные и достаточные доказательства, подтверждающие принятие собственниками на их общем собрании решения о наделении общества полномочия по управлению этим домом, оказанию услуг и выполнению работ по содержанию, ремонту жилых помещений и общего имущества в этом многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений в указанном многоквартирном доме. При таких обстоятельствах истец вправе утверждать о том, что ответчик действует самоуправно. Наличие у ответчика законных оснований совершать какие-либо действия на общем имуществе, в том числе совершать действия по отключению энергоснабжения в помещениях ИСА, ответчикам не подтверждено. Действия ответчика не являются законными. Достаточно забавными выглядят возражения ответчика относительно удовлетворения требований, основанных на ссылках на правила, установленные частью 30, ну и перечисления, я уже не буду перечислять, сами прочитаете. Истец вправе напомнить ответчику и суду о том, что в указанных им нормах отсутствует сведение лице, в отношении которого у собственника помещений в многоквартирном доме возникают какие-либо обязанности. Ну, каждый из участников площадки вправе самостоятельно посмотреть эти нормы и убедиться в том, что там действительно отсутствуют сведения в отношении кого у собственников возникают обязанности. Выбор лица, в отношении которого у любого собственника помещения возникают обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, согласно правилам статьи 44 ЖК РФ, относится к компетенции общего собрания. До настоящего времени ответчик не предоставил истцу и суду решение собственников, принятое на их общем собрании по вопросам определения способа управления многоквартирным домом, выбора управляющей организации, установление условий договора управления этим многоквартирным домом, заключение договора управления с выбранной управляющей организацией. Непредставление такого решения выглядит также достаточно забавным, так как согласно правилам указанных предложений 2 части 1 статьи 162 ЖК РФ, при выборе управляющей организации в общем собрании собственников, с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Утверждения ответчика о выборе общества в качестве управляющей организации должны подтверждаться представлением истцу и суду соответствующего протокола общего собрания, в котором содержатся условия договора управления этим многоквартирным домом. Такой протокол общего собрания собственников. Ответчик от СССР скрывает свои предложения заключить договор управления указанным домом на условиях, указанных в решении общего собрания в данном доме, принятом на их общем собрании, что тут не направляют. Все также достаточно определенно свидетельствует о том, что ответчик знает об отсутствии соответствующего решения, а также о том, что ответчик в данном случае действует самоуправно в обход закона с целью приобретения денежных средств и сабиз установлен законом и сделкой оснований. Извините, уважаемые участники площадки, я уже два часа фактически разговариваю. Я устал, мне надо отдыхать. Поэтому давайте так. Сейчас я включу микрофоны и мы с вами просто-напросто пообщаемся по тому, что сегодня вы услышали на этом уроке. Сергей задает вопрос. В протоколе обязаны быть указаны собственники. Какая норма? Ну, давайте по порядку. Мы с вами знаем, что собственники помещений являются представляемыми. Эти собственники выбирают из своего числа председателя, секретаря, членов счетной комиссии. К решениям собрания, так же, как и к доверенности, все требования содержатся в Гражданском кодексе. В Гражданском кодексе статья 19 указывает на то, что каждое физическое лицо при осуществлении права собственника действует от своего имени, к которому относятся имя, отчество и фамилия. Эти сведения должны быть отражены в протоколе согласно требованиям, указанным в статье 19 в функции 1 статьи 160 и в функции 1 статьи 161 Гражданского кодекса в системной связи с требованием статьи 185 Гражданского кодекса. Если есть сведения о представляемых, тогда можно признавать. Более позднее, давайте я вам открою, более позднее решение, это уже более позднее Гражданский кодекс, раз уж задали такой вопрос, давайте посмотрим Гражданский кодекс. Смотрим, что должно быть отражено в решении Общего собрания. Есть уже специальная норма. Ну, у нас, видите, у нас же стали добавлять, потому что многие не понимают. Читаем. Это у нас статья 181.2. Принятие решения собрания. В протоколе собрания о результатах очного голосования должны быть указаны. Читаем. Сведения о лицах, принявших участие в голосовании. Сведения о лицах, фамилия, имя, отчество. Сведения о адресе, месте жительства или месте нахождения. О документе, удостоверяющем личность, а также о документе, подтверждающем право собственности. Сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов. Открывайте, смотрите. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны. Сведения о лицах, принявших участие в голосовании. То же самое. Я вам все перечислил. Надо смотреть эти все нормы в их системной взаимосвязи. Что многие из нас не делают. Ну, не из нас, из вас. То есть, ну, не имеет значения. Понятно, да, Сергей? 480... Совершенно верно. Видите, я написал. У нас там 485 собственников. А вам какое дело до этого? 11 не живых. Вам какое, Сергей, до этого дела? Ну, согласен. Ещё раз. Есть норма закона? Есть норма закона? Есть. Есть. Её следует исполнять? Обязаны. Обязаны. Если её не исполняют, значит, её не исполняют все. В том числе и вы. Согласны? Согласен. Всё. Мы сегодня рассматриваем урок, в котором ответчик говорит, что это... Демонстрирует. А я не хочу исполнять нормы закона. Раз он не хочет исполнять нормы закона, значит, и мы вправе не исполнять нормы закона. Нормы закона либо все в полном объёме для всех, либо не все и не в полном объёме ни для кого. Вот мы и пришли к выводу. Раз ты не хочешь исполнять нормы закона, значит, и мы вправе их не исполнять. Согласен, Сергей? Согласен. Просто это получается протокол, все решения, если для каждого это, ну, издательством надо быть, чтобы разносить все это. А вас это должно волновать? Да нет, в общем-то, ну, представьте. Извините, Сергей, все решается просто. Вы являетесь собственником и распоряжаетесь своей частью собственности и другие. И написано, все должно быть исполняться. Вас это не должно волновать, как это будет оформлено. Оформляйте и представляйте мы. Не можете представить? Валите на все четыре стороны. Не я создавал законы. Вам не нравится, что такие законы? Идите, обращайтесь к тем клоунам, артистам и спортсменам, которые сегодня тусуются в органах Государственной Думы. К этим ослам обращайтесь. Пусть они что-нибудь придумывают там. Наше дело применять и исполнять. Еще вопросы? Доброго всем. Так, кто тут подказал? Так, вопрос. Допустим, судья в определении указывает, что при рассмотрении, да, из слова заявления, то есть он его принял и тому подобное. Обязан ли судья в данном случае, по данному разрешению вопроса, знать законодательство? Еще раз. Знать законодательство? Да. Ну да, очень смешно. То есть они такие решения выносят о том, что вы обязаны платить или это поля. Они же ни слова про протокол не говорят. И вот так вот не разжевывают, как вы. Луиза, минутку, минутку, минутку. Значит, я рекомендую всем гражданам страны, начиная с ознакомления с первым определением судьи, в котором он скрывает свое имя и отчество, а вместо собственноручного написания фамилий при подписании документа, ставит за коручку сказать, так вот, уважаемый судья, ты себе позволяешь действовать в обход закона, значит, и я вправе себе позволить действовать в обход закона и не подчиняться той или иной норме закона. Мы, извини, уважаемый, статья 6 ГПК РФ говорит о том, что мы с тобой равноправны. Если не исполняет требования закона один, то и другой вправе не исполнять требования закона, в том числе и в отношении судьи. Я, по-моему, ясно излагаю свои мысли. Ну, принцип равноправия. Вы согласны, что принцип равноправия заключается в этом? Если одному можно действовать в обход закона, то есть, скажите, тебе можно действовать в обход закона, а что ты здесь щеки-то надуваешь? То и мне можно действовать в обход закона. И когда судья говорит, а я не это, я буду здесь, значит, независимо от того, что мне тут заявили отвод, да скажи, да пошел ты в жопу, ты для меня никто, и звать тебя никак. Раз ты и тебе можно действовать в обход закона, то и мне можно действовать в закон. Что ты здесь щеки надуваешь? Они сразу приставов вызывают. Да, скажите, да, и что? Бумаги все передали через это. И скажите, с тобой в одном городе находиться стыдно, не то, что с тобой в одном зале судебного заседания. Почему? Потому что ты невежда, неуч, и человек, который не способен понимать значение своих действий, и ими руководить. Более того, у тебя здесь проветрить надо, а то запах застоялый. И уходите спокойно с гордо подятой головой. Послали его в жопу, да и все. И при рассмотрении, допустим, таких вопросов, должно ли быть образование у судей экономическое? А вам зачем это знать? А как он щита проверяет? Он же не понимает них, не бум-бум. Ну, во-первых, давайте, как он щита принимает, это вот здесь вопрос другой. Он их читать не может. Вопрос, на основании чего щита-то появились? Вот вопрос главный. Он самостоятельно изготовленный, но тем не менее... Минутку, минутку, Луиза, вы опять, вы не слышите меня. На основании чего оформляются щита? Услышьте меня. На основании какого документа? Начинают... А, на основании тех законов, которые они прописывают. Да подождите вы, каких законов? На щита законы не распространяются. Значит, оформление щитов, порядка их оформления, согласуются лицами, участвующими в сделке, условиями сделки. Есть такие условия или нет, согласованные сторонами? Ага, нет. А если нет, значит, все действия того лица, которое вам выставляет щита, следует признавать самоуправными. Соответственно, и выписки не может быть, которые они приносят, да? С вами должно быть все согласовано. Вы являетесь полноправным участником сделки. С вами должны быть согласованы. Вы просто ни разу не видели. Видите, у меня побольше вероятнее вашего, значит, ну, опыт такой гражданский. Я в свое время занимался строительством, был руководителем строительной организации. Так вот, когда мы заключали договор о поставке строительных конструкций, у меня такие талмуды выдавали, что мало не покажется подписывать. Для того, чтобы я подписал там, ну, наверное, скоробок со спичечной, такая вот толщина документов. И каждый, там все было расписано. Все технические характеристики, все-все-все. На каждой странице надо было подписывать. Так что... Ну, они же в решении отображают сумма... Нет, задолженность. Задолженность не оспаривалась. Протокол там, в общем, собрания не оспаривался. Минутку, минутку, Луиза. Давайте так. А вы сейчас про них говорите. Вы сейчас говорите про судью. А про себя вы почему ничего не рассказываете? Что вы сделали, руководствуясь статьей, это, нормами процессуального права? Какие документы вы подготовили? Протокол общего собрания... Минутку, я спрашиваю не про протокол общего собрания, потому что не вы готовите протокол общего собрания. Я говорю про ваши процессуальные действия. Возражения были запросы, ходатайство и отводы. Вот все? Ну, на тот момент, чем обладала, да. Ну, вот, видите. Причем они в апелляцию принесли копию протокола. При всех троих судьях, председательствующих, сказали, что оригинала у них нет, он потерялся. Данный факт я попросила зафиксировать в протокол судебного заседания, что истец подтвердил, представитель листа, что у них нет оригинала у управляющей компании. Ну, и что? А они мимо ушей не уносили что-то. Ну, подождите, мимо ушей. Опять же я задам вопрос. Вы опять про них, а про себя? Ваши действия в такой ситуации? Заявлялось просто возражение и непринятие данного документа. А протокол фиксации хода судебного разбирательства вы составляли как доказательство? Ну, нет, конечно. Ну, так а почему? Потому что вы не знали эти моменты. А вот, 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 вы все здесь вот так вот ходите. Вы же знаете, у нас есть такая поговорка, не знание закона не освобождает от ответственности, а знание закона освобождает. Согласна. Вот. Вы же здесь для того, чтобы учиться, а не дурку валя. Вот так. Да? Да. Ну. Ну, это понятно, многие вещи. Вот. Наконец-то. Наконец-то. А вот фонд, на них же, это я про капитальный строитель, ой, господи, капремонт. На них тоже распространяется протокол в общем собрании? Или с ними взаимоотношения другие? В отношении любой организации, хоть фонд, хоть не фонд, распространяются требования закона. Собственники на их общем собрании должны выразить ту или иную волю. Есть у фонда решение общего собрания собственников или нет? Нету. Ну, все, пусть они идут в одно место. Более того, обратите внимание, Уиза, а сама система оформления фонда, мы прекрасно понимаем, надо, ведь многие граждане, значит, не знают, что такое фонд. Фонд – это некоммерческая организация, которая не несет своих, не несет обязательств по отношению к тем, кто вносит туда денежные средства. Людям-то надо это объяснять. Они не несут обязанностей по отношению к тем, кто вносит туда свои денежные средства. И не обязан отчитываться. Так что перед вами откровенно мошенническая схемка. Я в свое время, когда начинал только вот эту деятельность, в конце 90-х, с судьями познакомился. Они говорили, Виктор говорит, они говорят, фонд – это достаточно мутная такая организация. Ее так специально так и создали, для того, чтобы никто не мог туда заглянуть и потребовать отчетность. А если вы не можете… Ведь, понимаете, если вы… Одно дело, вы из коммерческой организации устанавливаете правоотношения, а вы видите, как они ведут себя, вот эта вся, которая сегодня подвязается в ресурсоснабжающих организациях, в управляющих компаниях. А эти-то вообще полностью находятся вне вашего контроля. Вы здесь-то не можете потребовать представить вам отчет, да, за прошлый год. Хотя это законом предусмотрено. А там-то вообще даже потребовать их не можете в фонде. Поэтому нам здесь, извините, вот та пугань, которая скопилась, она уже всем показывает, что гражданам, более-менее разумным, пора принимать решение о восстановлении органов государственной власти. Восстановления. Сейчас их нет. Органов государственной власти и муниципальной на территории страны. А все, кто там был, все, большая часть, они должны быть люстрированы, они должны быть удалены оттуда. Их нельзя подпускать к осуществлению функций управления. Но, видите, у нас сейчас сказать-то это легко, но для того, чтобы перейти, перехватить управление, люди-то должны быть грамотные. А вот, видите, мы с вами сейчас обучение проходим. Вы же много новой информации получаете. Конечно. Той, который... Ну, вообще-то понимание ведения вообще самого процесса. То есть, видно же, уже ошибки, как бы, те, которые совершались. Вот, видите, вы начинаете понимать, что нормы процессуального права, они распространяются на все отношения, а не только отношения в органах судебной власти, на все гражданские правоотношения. Последовательность действий достаточно хорошо прописана, потому нормы процессуального права я рекомендую многим. Возьмите это, у вас должна быть настольная книга. Есть. Если вы себя возьмете, вот я, обратите внимание, собственно говоря, коротко, если вы научитесь связывать нормы процессуального права с нормами материального права, вы будете королями. Вы будете царями на этой территории. Вас ни одна сволочь вокруг пальца не обведет. Ни одна сука вам не сможет залезть и в карман. Просто не понималось, почему, то есть, те нормы, которые применяют ИСТЕС при подаче искового заявления, они учитываются? То есть, те обоснования, которые мы доказательства предоставляем, они вообще просто мимо ушей? Потому что вы неправильно строите стратегию и тактику своего участия в судебном заседании. Если грамотно строите, то у вас многократно возрастают ваши возможности победить. Более того, я сейчас смотрю, как во многих регионах закувыркались судьи. Они сейчас боятся передавать процессуальные документы, которые вот я обучаю, показываю. Они боятся передавать в апелляционную инстанцию. Боятся. Они чего только не придумывают для того, чтобы эти документы не были переданы в апелляционную инстанцию, в касационную. если изначально все построено нормально, жестко, с оценкой действий как вашего противника, так и суда, который выступает на стороне противника, они начинают кувыркаться. Поэтому давайте будем учиться действовать грамотно, процессуально. Согласна. А если решение первой инстанции есть, и апелляция тоже проиграна пока при монту, то заходить по новым обстоятельствам или об установлении юридического факта? Ну, здесь... А нет, там в отношении? Значит, здесь, после того, как этот законную силу вступил, вы можете, в принципе, сказать, что в связи с действиями, направленными, совершёнными в обход закона, в связи с действиями, они же, знаете, они же действуют с избирательным применением норм материального процессуального права, вы не признаёте суды Российской Федерации в их полном составе. Об этом надо тоже многим гражданам страны подумать и уже как можно чаще об этом говорить. Почему? Потому что та п***ь, которая сегодня захватила судебную власть в стране, знаете, так заявляет хвастливо, что, ну, все довольны, граждане страны довольны, судопроизводство в стране, жалоб на них нет. Хотя жалоб выше крыши. Так а куда это нужно заявить, что они... Вы направляете в... Хоть кому? Председателю? Да, направляете в Верховный Совет в связи с тем, что вы погано исполняете свои обязанности. Я вправе заявить своё недоверие всем лицам, которые действуют от имени суда и заявить о том, что прекращаю с вами какие-либо правоотношения. Более того, буду призывать к этому как можно большее число граждан, которые проживают на территории страны. Надо проводить разъяснительную работу. Да? А что, они тогда с решением не будут исполняться приставания? Ну, ещё раз, не забываем. Исполняться в любом случае перед вами хорошо организованное преступное сообщество, организованная преступная группа, в которую входят должностные лица судебной власти, органов следствия, прокуратуры, полиции. Вы же должны знать, извините, вот я сегодня вам показывал, у вас сложилось впечатление, что на территории города Сургута имеются дееспособные, дееспособные те органы, которые могут действовать на территории Сургута от имени органов власти. Сложилось у вас такое впечатление или нет? Нет. Нет. И у всех, я не думаю, что у кого-то сложилось впечатление, что прокурор там дееспособный, жилищная инспекция дееспособна, полиция дееспособна. А раз они не дееспособны, зачем они нужны? Мы же их содержим. Они создали, извините, они создали на базе органов государственной муниципальной власти площадки по торговле правами и свободами граждан. Обратите внимание, вы приходите в суд, а это не суд, а это торговая площадка. На этой торговой площадке ваши права и свободы были проданы вашим противникам. Ну так ведь? Ваши права и свободы не защищались. Почему? Потому что, вот, обратите внимание, я, конечно, пытаюсь рассказывать, но давайте на ближайшем, я покажу, неоднократно уже на уроках разбирал. Давайте любой протокол общего, протокол судебного заседания по порядочку разберемся, и вы сразу увидите, что судья действует в обход закона. Любые действия, совершенные в обход закона, ведут к принятию неправосудного решения. Ни к праве, ни правильного и не обоснованного, ни законного, ни обоснованного. С этим никто ведь не спорит. А у них любое определение берите и скажите, а зачем мне такие чм***ки, которые скрывают от меня имя и отчество? Зачем мне чм***ки, которые не подписывают документ надлежащим образом? Скажите, я свой документ, я за свои действия я несу ответственность, я его подписываю своей фамилией. Я не рисую какой-то рисунок, как выражаются некоторые штатские. Он так свою фамилию написал, словно бык на лугу поссал. Вот такое есть поговорка такая. Но они сплошь и рядом. Ну давайте я вам представлю этот самый, вот этот, подпись. Ну что это такое? Вот это что? Это подпись? Это бык прошелся по лугу и оформил. А он ее срисовал. А этот умник, где он здесь у меня? Вот, смотрите, это подпись. Это мальчишка вышел на луг, пописал. О, нифига себе, вот какой красивый рисунок. На снегу-то, да? Или на лугу. Мы не вправе признавать дуть. А, допустим, если мы говорим о том, что, ну, управляющая компания действует вне закона, но тем не менее, допустим, то есть, есть моменты, по которым мы обращаемся к ним, да? Допустим, там течет крыша, да, ее нужно там залить. Вот в данном случае, да как быть? Все равно к ним обращаться? Есть такое выражение, вас вынуждают, вы совершаете действия под принуждением. Вот Антон вам хорошо расскажет это. Антон, вот которого представляю, вот сегодня материал из Брюска. Антон Николаевич, совершение действий под принуждением. Антон, вот к нему обратитесь, у него там очень много материалов. Единственное, он пытается это все указать под, значит, пишет английскими буквами на территории страны у нас действует, извините, извините, Конституция 60, по-моему, 68-я статья Конституции, которая предписывает нам действовать на русском языке. Русский язык является государственным, общегосударственным, поэтому, если мы пишем под принуждением, так и пишем в документе подпись под принуждением и обращение под принуждением. А, то есть, если я обращаюсь, то сразу законкретизирую, обращаюсь под принуждением на территории. мое обращение к вам, значит, совершено под принуждением с вашей стороны. Так, вы захватываете. То есть, речь идет о нарушении требований статьи 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации под принуждением. Прямо так и пишите, только обязательно на русском языке. Я вам благодарю. Давайте действуйте. заявить вообще, я здесь нахожусь под принуждением. Совершенно верно. Совершенно верно. Еще вопросы есть? Я рекомендую все-таки, ребят, уважаемые, у нас, знаете, вот я понимаю, что вот это все грамотно, вот эти буквы, аббревиатуры, но не забываем, на территории страны все-таки действует Конституция. Найдутся люди, которые будут, раз вы на английском языке написали, а мы не знаем значение этих слов, поэтому мы их будем отвергать. Но эти сволочи на все их способны. Поэтому вы можете и на английском написать, но обязательно дублируйте на русском языке, чтобы было ясно этим придуркам. Вы не забывайте, вы имеете дело не с теми лицами, которые обладают определенными знаниями, навыками, культурой. Перед вами, извините, ослы в большей части, которым даже если вы напишите под принуждением, они даже это не смогут понять. В любом случае вы рассчитываете на то, что было написано под принуждением и тому лицу, которое что-либо делало, какие-то совершало действия, значит, уже было известно о том, что вы совершали действия под принуждением. Итак, уважаемые участники площадки, до свидания. 14 часов 5 минут, 20 апреля 2021 года. Ну, я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю конференцию. Я думаю, что сегодняшний урок точно так же был достаточно информативным и полезным. состоявшиеся обсуждения позволили нам достаточно широко и достаточно глубоко копнуть тему, связанную с участием, с нашим с вами участием в судах общей юридиции, рассмотрения дела в этих судах о взаимодействиях как с противной стороной, так и с судьями. Я предлагаю вам прийти на эту площадочку в четверг в 11 часов Москвы и продолжить изучение этих вопросов, тех вопросов, которые связаны с участием в гражданских спорах. Я думаю, что та информация, которая ей отдаётся, она достаточно позитивно отражается на ваших знаниях, на ваших ощущениях. Рад вас всех видеть. Всем пока-пока. Успехов, здоровья и самое главное позитивного настроения. До четверга, до 11 часов Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok